Чтобы отредактировать Ваши снимки, видео и иллюстрации в DeepMeta, мы говорили о том, что нужно дважды щелкнуть по файлу, ввести ключевые слова и другие метаданные, а затем с помощью копирования вставки перенести эту информацию в другие файлы. В этом видео мы представляем новый способ работы с Вашими файлами. Он называется DeepMeta-мультиредактирование. Давайте посмотрим. В этом видео мы будем работать с тремя разными батчами одного и того же снимка. У нас есть батч-креативный снимок детей, играющих на пляже. У нас есть и редакционный батч с изображениями того же пляжа. И у нас есть видеобатч с одним видео. Как видите, заголовки всех трех батчей начинаются с Beach2018. Это означает, что если мы перейдем в раздел «Файлы», мы выбираем просмотр всех батчей и установим фильтр Beach2018. В списке мы увидим именно те файлы, которые мы хотим отредактировать. Справа находится панель предварительного просмотра. Здесь есть кнопка «Режим редактирования», что позволяет нам перевести панель предварительного просмотра в режим редактирования. Нажав на кнопку, можем начать редактировать. Здесь у нас есть три вкладки. Общие, ключевые слова, разрешение. Вы можете легко переключаться между режимами просмотр и редактирования при помощи комбинации клавиш Ctrl-I. Вы можете перейти непосредственно к одной из трех вкладок при помощи клавиш. Важно, что теперь мы можем работать с несколькими файлами. В этом случае, если мы выберем все файлы, мы видим, что выбрано 9 файлов. Как обычно, вы можете использовать ползунок для изменения размера текста и превью. Вы можете изменить размер панели, увеличить или уменьшить. Вы можете изменить размер всей панели предварительного просмотра в зависимости от размера вашего монитора. Теперь давайте начнем редактировать. Мы переключаем правую панель предварительного просмотра в режим редактирования, нажав на кнопку карандаш или при помощи сочетания клавиш Ctrl-I, который переключается между режимами просмотра и редактирования. Мы видим в списке, что ни одному из файлов не присвоена страна. Чтобы исправить это, мы выбираем все файлы сразу, используя Ctrl-A. Вверху видно, что выбрано 9 файлов, 6 креативных снимков, 1 видео и 2 редакционных снимка. В выпадающем списке «Страна» мы выбираем правильную страну. Мы видим в списке, что это изменение происходит мгновенно. Это был выбор дизайна. Действительно, нет кнопки «Сохранить», «Ок» или «Отменить». Вместо этого DeepMeta имеет функцию «Отменить». Изменения происходят сразу же. Это означает, что вы можете работать эффективнее и быстрее, если вы по ошибке отредактируете большое количество файлов. Вы можете просто нажать на кнопку «Отменить». Когда я навожу курсор мыши на кнопку «Отменить», здесь показано последнее действие. Нажмите на кнопку, чтобы отменить последнее действие. Если вы передумали отменять, нажмите на кнопку «Повторить». Это восстановит последнее действие. Теперь мы выбираем видеофайл в верхней части списка. У него нет заголовка, поэтому мы добавим его. Поскольку это видеофайл, мы также можем выбрать рамку для превью. Это кадр, который будет использоваться в качестве иконки. Важно выбрать репрезентативный кадр для видео. Опять же, вы можете увидеть в списке слева, что изменения происходят мгновенно. Чтобы вернуться к исходной рамке, нажмите «Отменить». Этот файл еще не имеет заголовка, поэтому мы добавим его. Так как это редакционный снимок, мы добавим город, где был сделан снимок. Мы видим изменения в списке. Есть второй редакционный файл того же снимка, который должен иметь такое же самое название. Мы выбираем оба файла. Поле заголовок показывает несколько значений. При нажатии на стрелку отображаются все названия, которые используются выбранными файлами. Мы выбираем одно из них в качестве заголовка для выбранных файлов. Мы сделаем последнее изменение. Назначим несколько файлов для коллекции S+. В списке мы выбираем файлы, которые хотим номинировать. Установите флажок «Номинировать». Два файла в списке теперь отображаются как номинированные. Мы закончили с общей вкладкой. Теперь посмотрим на ключевые слова. Чтобы активировать панель «Ключевые слова», перейдите во вкладку «Ключевые слова». Опять же, мы также можем использовать сочетание клавиш Alt-G для общей вкладки, Alt-R для вкладки «Разрешение», Alt-Key для вкладки «Ключевые слова». Сначала мы посмотрим на видеофайл. У него пока нет ключевых слов. Для вдохновения вы можете использовать функцию «Подсказка ключевых слов». Введите несколько слов, которые описывают изображение или видео. Нажмите Ctrl-Key или значок «Лампочки». Эта функция запускает поиск на iStock.com, используя слова, которые вы ввели, и показывает наиболее часто используемые ключевые слова по лучшим результатам для этого поиска. Важно вводить только самые подходящие слова, которые вы бы и сами использовали, чтобы найти это изображение на сайте. Если нет результатов, используйте меньше слов. Выберите те, которые наиболее подходят для вашего изображения или видео. В списке файлов мы видим, что выбранный файл имеет пять ключевых слов. Этого достаточно, чтобы его утвердили. Файл должен содержать не менее пяти ключевых слов. И опять мы можем использовать кнопку «Отменить», чтобы убрать их. Или используйте «Повторить», чтобы добавить ключевые слова снова. Нажмите на кнопку «Закрыть», чтобы закрыть окно с подсказками. Это был первый способ добавить ключевые слова в ваши файлы. Второй способ – это придумать свои собственные ключевые слова. Выбираем остальные файлы в списке. Мы введем несколько ключевых слов, разделенных запятой. Нажмите «Enter». Мы видим, что четыре из ключевых слов были сразу же найдены в словаре «Гетти». Слово «плей» нуждается в уточнении. Это театральная пьеса или просто акт игры. В данном случае это акт игры. Мы видим, что всем восьми файлам присвоены эти пять ключевых слов. Шесть из выбранных файлов имеют дополнительные ключевые слова. Они были импортированы из метаданных JPEG. Теперь мы можем настроить некоторые ключевые слова для отдельных файлов. Выбираем все снимки, где прыгают дети. В поле для ключевых слов вводим слово «Jump». Мы добавляем его в качестве ключевого слова для выбранных снимков. Выбираем два других файла. И добавляем ключевое слово «Togetherness». Теперь мы выбираем все файлы. И мы видим, что слово «Beach» присвоено всем девяти файлам, «Fun» присвоено восьми файлам и так далее. Чтобы ключевое слово «Fun» применялось ко всем файлам, поставьте галочку. Чтобы удалить ключевое слово «Fun» из двух редакционных снимков, выберите их в списке и нажмите на поле с надписью «Fun». Чтобы понять, что обозначает цвет поля ключевых слов, наведите указатель мыши на поле, и появится подсказка. Наконец, мы выбираем два редакционных снимка. Поскольку они являются редакционными, мы хотим добавить название города. Мы уже добавили его в заголовок, что важно, но мы можем добавить его в качестве ключевого слова. Как и следовало ожидать, названия этого маленького города нет в словаре «Гетти». Мы выбираем ключевое слово, чтобы добавить его в качестве кандидата. Это означает, что оно было принято в качестве ключевого слова, но не будет автоматически переведено на другие языки. Однако, по данному слову можно найти снимок, и это хорошо. Вы также можете получить эту информацию, наведя курсор мыши на поле. Это все, что казалось ключевых слов. Далее мы рассмотрим разрешение для моделей. Чтобы активировать панель разрешения, нажмите на вкладку «Разрешение» или используйте сочетание клавиш «Алт-Ар». В списке мы выбираем файлы, которым хотим добавить разрешение. Установите флажок «Показать все», чтобы посмотреть разрешение, которое уже есть в DeepMeta. Если их много, используйте окно поиска, чтобы сократить результаты. Установите флажок в первом столбце, чтобы прикрепить разрешение к выбранным файлам. В столбце «Разрешение списка файлов» мы видим, что есть одно разрешение, прикрепленное ко всем выбранным файлам. Опять же, мы можем нажать на кнопку «Отменить» или кнопку «Повторить» для повторного выполнения последнего действия. Для другой девушки у нас пока нет разрешения в DeepMeta, мы добавим его сейчас. Нажмите на кнопку «Добавить разрешение», выберите файл. Разрешение появляется в списке. Мы видим красный треугольник с указанием на ошибку. Чтобы узнать, что не так, дважды щелкните по нему. Мы видим, поле с датой рождения все еще пусто, но оно должно быть заполнено. Введите дату, нажмите «Ок». Теперь треугольник с ошибкой исчез. Мы прикрепляем разрешение. Сейчас можем выбрать отдельные файлы в списке и настроить разрешение. Если мы выберем несколько файлов, мы можем получить смешанное состояние. Это разрешение назначено только одному из двух выбранных файлов. В этом случае мы хотим, чтобы разрешение прикреплялось к обоим файлам, поэтому мы нажимаем здесь. Это и все, что касалось разрешений. Надеемся, вам понравилось это видео и вы открыли для себя полезный инструмент, что сделает вашу работу с DeepMeta еще более эффективной. Пожалуйста, подпишитесь на этот канал, если вы еще не сделали. Спасибо за просмотр!